Мы продолжаем занятия по недельному разделу Торы во Ейце. На прошлых уроках мы много говорили о том, как Яков создает свою семью, как рождаются его дети. Говорили о той напряженности, которая возникла в семье, в результате того, что любимая жена Якова Ранхель, ради которой он связался с Лаваном, не рожала, она была бесплодна, а наоборот, Лея, ставшая первой женой Якова, она как раз родила ему больше половины всех его детей. Читаю, это 30 глава, 22 стих. «И вспомнил Бог Рахели, и услышал ее Бог, и открыл ее чрево, и она зачала и родила сына, и сказала, снял Бог позор мой, и назвала его Иосиф, сказав, да прибавит мне Бог другого сына». Вот изменение ситуации, когда и у Рахели рождается сын. «Так сказано об этом, и вспомнил Бог Рахели, и услышал ее Бог, и открыл ее чрево». Достаточно сложно объяснить, что значит вспомнил Бог Рахели. Что имеется в виду? Что он ее забыл до этого? Это человек может кого-то забыть, а потом вспомнить, что на самом деле он обещал сделать что-то кому-то, и потом вспомнил, а, надо действительно ему помочь. Но ведь Творец мира он не забывает. Как можно отнести к нему вот такие слова «и вспомнил»? Это не единственное место в Торе, в котором сказано подобного рода выражение. Скажем, то же самое говорится и о Ноахе. «И вспомнил Бог Ноаха и всех животных, которые с ним в ковчеге». Тоже это не означает, что он на протяжении целого года, пока длился потоп, Всевышний забыл, что где-то у него там между небом и водой оказывается ковчег с Ноахом и с его зоопарком, а вот через год он вспомнил и начал осушать воду. Конечно нет. А как же тогда это все понять? Для нас, у нас, у людей, если я что-то вспомнил, это обычно причина изменения какого-то в моем поведении. То есть, я сижу спокойно, читаю книгу и пью чай. Вдруг я вспомнил, что у меня сейчас через 15 минут урок, и я срываюсь с места и бегу, сломя голову быстрее и быстрее на урок. У меня изменилось поведение. Я уже не сижу спокойно, а не читаю умные книжки, а бегу. Потому что я вспомнил. Но это потому, что я забываю. У Всевышнего, поскольку у него понятие забывания или воспоминания, как мы сказали, невозможное, поэтому по отношению к нему слово вспомнил означает непосредственно само изменение поведения, само изменение в отношении к кому-то, в управлении чего-то. То есть, если в отношении к Ноаху, что там сказано? Вспомнил бог Ноаха, что это означает? Что если до сих пор Медад-1, атрибут суда, был доминантным в управлении миром, мир был поставлен на грану уничтожения, когда все грешное человечество сгинуло, то и вспомнил бог Ноаха, это означает, что переходит другое управление, а именно начинает быть доминантной Медад-1, любовь, жалость, милосердие и оставшиеся в живых после потопа люди и животные спасаются. То же самое и здесь. Если раньше отношение было, то, что было, то, что происходило в отношении к Рахеле, то, что Всевышний не дал ей, не дал ей ребёнка, понятна эта вещь, которая не случайна, это управление свыше, так Всевышний рассудил здесь, то теперь изменяется ситуация, она рожает, изменение ситуации, изменение образа управления миром. Безусловно, что наши мудрецы, когда обсуждают подобного рода выражения и ситуации, то спрашивают, ведь не бывает же просто так изменений, если изменилось отношение, то почему? Что, ведь, если Тора называет это словами «вспомнил», значит, было что-то, были какие-то причины, были какие-то заслуги, может быть, у людей, и благодаря которым изменяется вот это отношение к ним и то, что с ними происходит. Поэтому Раши здесь приводит тот же самый вопрос. А именно, что привело, какие заслуги Рахели, какие действия её привели к тому, что изменилось к ней отношение, что вместо того, что она до сих пор была бесплодна, Всевышний даёт ей возможность родить сына. Раши пишет так. «Помянул Бог Рахель, вспомнил, как она передала приметы своей сестре и как страдала от мысли, что может она достаться Исаву, если Яков разведётся с ней в результате того, что она бездетна». То есть, каковы причины изменения, каковы заслуги, которые привели к тому, что Всевышний всё-таки дал ей ребёнка, это прежде всего то, что она в своё время, её самая главная заслуга, очевидная, о которой мы говорили в конце прошлого урока, то, что она передала приметы своей сестре, чтобы спасти её от позора в ту самую брачную ночь, когда отец Лаван подменил Рахель старшей её сестрой Леей, и второе, то, что она очень беспокоилась и страдала при мысли, что может быть такое, что Яков с ней разведётся, и тогда она достанется Иса. «И она зачала, и родила сына, и сказала, снял Бог мой позор». Снова необычное выражение. Почему позор? Что означает здесь позор? Снял Бог мой. Было бы ожидать всего, что угодно. Снял Бог моё страдание, прекратил Бог моё страдание, дал мне сына. Но причём здесь позор? Рашель связывает это с тем, что мы говорили выше. А именно, то, что люди говорили, что если Яков разведётся с Ахирой, потому что она бездетна, то тогда уже не будет выхода, и уж тогда уж точно она достанется Исаву. А быть замужем за Исаву – это, безусловно, позор. Вот теперь эта самая угроза казаться женой Исава, которая была для неё позором, вот теперь она и уходит. И, наконец, последняя фраза здесь, в этом отрывке. И назвала его Йосеф, сказав, да прибавит мне Бог другого сына. Игра слов здесь очевидна. Прибавит слово Йосеф. В точном переводе буквально это означает прибавит. Смысл, почему она назвала его Йосеф? Что Бог прибавит мне другого сына. А почему другого сына? Другого – это значит, вот есть один, а есть ещё другой. Казалось бы, снова нужно было бы и ожидать, что она скажет, прибавит Бог мне ещё детей. Пусть Бог даст мне возможность родить ещё детей. Почему другого сына? Во-первых, почему одного? И, во-вторых, почему слово другого? Наши мудрецы отвечают, Раша приводит это здесь на месте. Это момент, он красной нитью проходит через всю эту историю. Той борьбы между двумя сёстрами Рахэль и Лею за рождение сыновей Якова. Наши мудрецы говорят, что наши праматери знали, благодаря пророческому дару, что всего у Якова должно родиться двенадцать сыновей. Поэтому конкуренция между ними была именно вот в этой самой точке, а именно, кто из них, кому из них удастся, кто из них заслужит этого права родить больше детей Якова, которые и станут основой еврейского народа. И поскольку к тому времени одиннадцать детей уже были рождены, было понятно, что речь идёт всего лишь о последнем двенадцатом. А здесь уже всё открыто. У Якова четыре жены, и каждая из них может получить это право. Поэтому Рахэль здесь и молится, и просит, чтобы этот последний двенадцатый ребёнок тоже достался ей. Читаю дальше. И было после того, как Рахэль родила Юсефа, Яков сказал Лавану, отпусти меня, и я пойду в своё место, в свою страну. Пришло время уже расставаться. Отдай моих жён и моих детей, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь мою службу, которую я служил тебе. Вполне естественное желание Якова расстаться с Лаваном, в конечном итоге жить вместе с таким действием, которое было у него, это не самое приятное, что может быть в жизни. Это совершенно понятно. Но почему Тора ставит вот это вот желание Якова вернуться домой, ставит его в зависимости от рождения Юсефа? И было после того, как Рахэль родила Юсефа, Яков сказал Лавану, отпусти меня. Если мы скажем, что, имеется здесь в виду, просто хронологически, так уж получилось, как родился Юсеф, а потом Яков подумал, что пора бы вообще-то идти домой. Ну, это было бы очень странно, потому что такая хронологическая последовательность, она ничем не интересна и ничему не учит. Обычно в Торе, больше того, мудрецы всегда говорят, то есть, события в Торе расположены не по принципу хронологии. Связь между ними не хронологическая, а связь между ними, она сущностная. То есть, если какое-то событие упомянуто после другого, то не исключено, что оно, может быть, было даже и до другого, но причинно-следственные связи здесь работают именно так. То есть, то, что сказано и было после того, как Рахель родила Юсефа, это причина, может быть, не единственная, но все-таки причина того, что Яков сказал Лавану, отпусти меня, и я повернусь домой, я хочу возвратиться домой. Почему же? Снова мы прибегаем к Раши. Раши говорит, что после того, как родился Антипода Исава, мы все время сосредоточены были здесь на происходящее в доме у Лавана, то, как Яков строит свои отношения с Лаваном, то, как он строит свои отношения с его женами, с его детьми. Но ведь есть же еще один участник во всей этой драме. Это Исав, который в свое время планировал разделаться с своим братом из-за того, что тот ему причинил. И, безусловно, возвращение к себе домой, оно, с одной стороны, очень желательно, и потому что хочется вернуться домой в дом отца, и потому что хочется уже расстаться с Лаваном, и хочется создать свою собственную семью, а не быть все время под крылышком у тестя. Все это понятно. Но, с другой стороны, возвращаться в свою сторону боязну, потому что там же Исав. Но вот теперь, когда родился Иосеф, Яков чувствует себя в большей безопасности. Он больше уверен в своей безопасности по отношению к Исаву. Почему? Поскольку родился антипода Исава, ибо сказано в отношении между Иосефом и Исавом. Говорит, Раши, сказанному пророку в Аде, «И будет дом Якова огнём, а дом Иосефа – пламенем, а дом Исава – соломой». То есть, дом Исава – соломой, которая сгорит в огне Якова и в пламени Иосефа. Чем отличается огонь от пламени? Понятно, что мы пользуемся здесь только приблизительными в переводе в русском попыткой создания пары синонимов, но так, как объясняют мудрецы те слова, которые сказаны в оригинале, там у пророка имеется в виду следующее. Огонь – это то, что горит на месте, пламя – это то, что распространяется. Так вот, когда огонь распространяется, это и есть пламя. Вовсе не обязательно в русском языке это слово имеет то же значение, конечно. Нет, поэтому не будем ловить на слове. Так и продолжает Раши. Огонь без пламени не распространяется. Пламя – огонь, он только на месте, пламя распространяется. И для того, чтобы сжечь всю солому, нужно пламя, чтобы её целиком сжечь. Так вот, когда родился Иосиф, которого таким образом Всевышний ставит как антипод Эйсава, как силу, которая в состоянии противостоять ему, вот тогда уже Яков почувствовал себя уверенным и возложил упование на Бога, и теперь он уже решает возвратиться на свою родину, в дом отца. Ну, в чём проблема? Ведь Яков не продался в рабство Лавану. Он работал на него, он работал за своих жен. Он всё честно отработал. Теперь имеет полное право вернуться домой. Имеет право. Но Лаван пытается его остановить. «И сказал ему Лаван, если бы я нашёл милость в твоих глазах, вот я гадал, что Господь благословил меня ради тебя. И сказал, назначь мне плату, назначь тебе плату от меня, и я дам тебе». На первый взгляд, это всё просто. Яков хочет уходить, Лаван хочет его задержать. Ему жалко терять такого работника. Но в конечном итоге он говорит, знаешь, что давайте буду платить. Ведь до сих пор Яков работал практически только за одну кормёжку. Ну, можно считать, что он проработал за своих двух жён. Да. Но кроме этого ни копейки он не получил. Только задержание. Теперь для того, чтобы удержать, Лаван ему говорит, знаешь, хочешь, не уходи, я тебе буду платить. А для чего он тогда рассказывает ему? И сказал Лаван, я гадал, что Господь благословил меня ради тебя. Для чего он это рассказывает? Что это означает? Каким образом это должно убедить Якова остаться? Я понимаю, предложение заплатить. Зарплата? Понятно. Не иди, не становись самостоятельным, не начинай разводить своё хозяйство. Зачем тебе это нужно? Я тебе буду платить, и ты таким образом станешь на ноги. Это я понимаю. А что здесь помогают вот эти вот слова? А я гадал, Господь благословил меня ради тебя. Челесное объяснение даёт этим словам разы. Лаван, это мы уже знаем, человек нечестный, лицемерный. Всё, что им движет, он не просто хочет оставить Якова, но и желательно оставить Якова в том же статусе, который он был. То есть, бесплатный работник, чтобы он работал, работал хорошо, работал до сих пор, но по всём при этом это ещё и бесплатно. Он не сразу, не сразу он соглашается на то, чтобы платить. Обратим внимание, прежде всего, ещё раз на тонкость в тексте. Читаю ещё раз. «И сказал ему Лаван, если б я нашёл милость в твоих глазах, я гадал, что Господь благословил меня ради тебя. И сказал, назначь мне плату, от меня я тебе дам». Зачем второй раз влезают сюда слова и сказал? Между двумя фразами Лавана. Фраза первая – «Я гадал, что Бог благословил меня ради тебя». И вторая фраза – «Назначь мне плату от себя». Если бы было это всё продолжением речи, то не нужно было бы вставлять сюда ещё слов «и сказал». Если сюда влезли слова и сказал, значит, здесь была пауза. Обычно пауза возникает в результате того, что человек, к которому обращаются слова, он отвечает. Ему говорят что-то, тот отвечает. В ответ Лаван бы ответил, знаешь что, давай я тебе буду платить. Значит, уже в первых словах, после первых слов, что я гадал, и вот так у меня пошло, я нагадал, что Бог благословил меня ради тебя. Здесь уже Лаван ждёт, что Яков что-то ему ответит и, может быть, даже согласится. И только в отсутствии согласия тогда он переходит уже к другим аргументам, а именно к зарплате. В ретро-вирже то, что Лаван здесь сделал, он хотел сыграть на благочестие, на религиозных чувствах Якова. Как он понял? Что же, наверное, люди религиозные, они любят, когда другие ценят, опрощают внимание, ценят их благочестие. Так вот, и он здесь тоже закатывает глаза к небу и говорит, это факт, когда к Лавану пришёл Яков, только самое первое знакомство, Лаван вовсе не был стоятельным человеком. Настолько было дело плохо, что даже овец, который у него был, приходилось пасти его младшей дочери Рахели. Теперь наоборот, теперь он уже стоятельный человек. Благодаря Якову, который работал, у него действительно появилось имущество. Ты что думаешь, это просто так, говорит Лаван? Это я понял, я нагадал. Бог, которому ты служишь, Он благословил меня ради тебя. Поэтому я не хочу, чтобы ты уходил. Это проха, это всё свыше, это не просто так. То есть, поскольку это всё свыше, так не оставляй же меня так. Бог же видит, какой ты праведный человек. Ты же это праведный, правда? Набожный человек. Вот за это он благословляет тебя. А заодно и меня тоже. Ты уже не уходи, будь человек. И ждёт он, что Яков здесь клюнет на это, на эту лесть. Наверное, религиозные люди должны расплыться, клюнуть на подобную, на подобную лесть, на то, как замечают их праведность, их благочестие. И он скажет, ну уж ладно, ладно, ладно. Яков молчит. Ничего не говорит. Ни да, ни нет. Молчит. Мными словами. Ну, ну, давай, давай. Пой дальше. Что у тебя ещё там есть? Здесь Лаван понимает, что у него это не прошло. И тогда он делает другой закон. Ну, хорошо. Если не получилось оставить его бесплатно, как раньше, только за одно благочестие, тогда хорошо, я тебе буду платить. Скажи, сколько? Договоримся. Буду платить. Пока что это ему всё равно ещё выгодно. Что предлагает Яков? И сказал ему тот. Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне. Ибо мало было у тебя до меня, а возросло до множества. И Господь благословил тебя из-за меня. Когда же я сделаю что-то и для своего дома? Сначала Яков напоминает и соглашается. Факты, они есть известные обоим. Да, действительно. В начале их знакомства Лаван был несостоятельным человеком, теперь он стал богатым человеком, и это благодаря Якову. Согласна. А теперь же я должен сделать для себя. Не очень понятно. Такая связь между тем, что это было благодаря Якову, что богатство Лавана возникло благодаря Якову, а теперь он должен делать для себя. Что он должен делать для себя? Бог его благословил. Благословил. И хорошо. А что теперь для себя? Ответ он простой. Это всё верно, действительно. Бог меня благословил. Только ты не ищи какие-то такие сверхъестественные причины, что Бог меня благословил. Но Бог меня благословил, конечно, потому что я работал. Я работал вовсю, честно и много. Поэтому пришло время, чтобы... Получается, что я умею работать. Если я умею работать, Бог меня ещё и благословляет. Так пришло время, эти мои способности к работе, чтобы я бы их потратил на создание своего дома. С тобой я работал, ты уже, слава Богу, человек богатый. Дай мне возможность мою работу направить на создание своей собственной семьи. А что ты хочешь, чтобы я оставался здесь? Но за работу надо платить. За благочестие, за набожность, это я согласен, за это платить. За это не берут деньги. Есть, конечно, сегодня люди в наше время, которые хотят получать деньги за то, что они религиозные евреи. Ну, яркого это было. Но за работу надо платить, конечно. Только, чтобы я работал, это платят. А если нет, так я пойду работать над себя. И сказал он, ну, так что мне тебе дать? Я понял, говорит, Лаван. Давай, говорит, так ли, сколько? И сказал Яков, не дашь мне ничего. И если сделаешь мне вот это, довольно неожиданное. Тот говорит, сколько? Ответ на это, ничего. Но сразу после этого, если сделаешь мне вот это, то я опять буду пасти и стеречь твоих овец. А именно, какое же предложение? Я пройду сегодня по всему твоему стаду мелкого скота. И отдели оттуда всякий скот с крапинами и с пятнами и всякую скотину бурую из овец. То есть овец бурого цвета, не белых, а бурых. И с крапинами, и пятнами из коз. Вот это будут мои платы. Что? И свидетельствует будет за меня моя справедливость перед тобой в будущее время. Когда придешь смотреть мою награду, всякое без крапин и пятен из коз и бура из овец – это украдено много. То есть условия его таковы. Будем делить. Ты не плати мне заработную плату. То, что сказано выше, не дашь мне ничего. Не плати мне зарплату. Я не прошу зарплату. Делаем по-другому. Но мы будем делить приплод. Каким образом будем приплод делить? Не так, чтобы в процентах. Тебе половину, мне половину, тебе треть, мне две трети. Не, не так. А сделаем следующим образом. Весь приплод пятнистый и крапчатый, он весь будет мой. И бурые овцы. А все остальное твое. Но чтобы не было никакого сомнения, что этот приплод пятнистый и крапчатый, может быть, он будет от того, что пятнистые и крапчатые родители, у них будут рожаться такие же самые ягнята, ты их заберешь. То есть, оставишь мне не пятнистых и не крапчатых. А если они будут рожать пятнистых и крапчатых, благодаря сложным законам генетики, вот это и будет мое. Согласен? Вот такой усы. Вопрос. Почему Яков сразу не говорит это условие, а вначале говорит ему, не дашь мне ничего, а потом уясняется, что он требует, в общем-то, достаточно много? Лаван спрашивает, что дать тебе? И сказал Яков, не дашь мне ничего. Что значит, не дашь мне ничего? И сразу же после этого объясняет, что они будут делить приплод. И снова я здесь прибегаю к комментарию Равирша. Говорит, Равирш, Яков сказал Лавану следующее. Ты ведь относишься к тем людям, где есть такие люди, и я тоже таких знаю. Люди, их природа такая, характер у них такой, что в тот момент, когда деньги или какое-то имущество попадает к ним в руки, расстаться с ним они уже не устояли. Психологически для них это просто травма тяжелее. То есть, даже если другой человек, который требует у них, он прав, в тысячу раз прав, они все равно не в состоянии, ну просто вот не могут они расстаться с деньгами. Поэтому вот Яков, я же тебя знаю. Если отношения с нами будут такие, я буду на тебя работать. Овцы будут плодиться, будет мясо, будет шерсть и так далее. А тебе придется заплатить мне зарплату, ты будешь в состоянии заплатить мне зарплату, я тебя знаю. Поэтому давай договоримся так, чтобы моя доля, чтобы моя зарплата возникала еще из доли, еще до того, как это имущество придет к тебе. Чтобы мы сам приплод уже делили. Чтобы ты не стоял при ситуации, когда от полученной тобой прибыли тебе придется мне платить зарплату. Ты не будешь на это способен. Поэтому договор у нас будет другой. Ты мне не дашь ничего. Я знаю, что если попадет к тебе, то ты мне ничего не заплатишь. Поэтому давай договоримся по-другому. Вот как мы будем делить приплод. Тебе, мне будут пятнистые и крапчатые, а тебе все остальное. И Лаван сказал, ну да, пусть будет по-твоему. Дай бог. Вполне хорошее условие. Зарплату платить не надо. Что же может там народиться крапчатого и пятнистого, если мамы с папой, козы и овцы не будут ни крапчатыми, ни пятнистыми? И отделил он в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, и всех, что с белизной, и всех бурых овец. И отдал их в руку сыновьям своим. Хотя он должен был отделить только пятнистых и крапчатых, но на всякий случай он отделил еще. Еще и с белизной, и с белыми пятнами, еще и с такими пятнами, на всякий случай. И еще дальше написано. И назначил расстояние в три дня пути между собой и между Яковом. То есть стадо Лавана теперь разделилось. Есть стадо Лавана, которое пасет Яков, стадо Лавана, которое будут пасти его сыновья, а Яков же пас остальной скот Лавана. Для чего Тора подчеркивает остальной? Остальной имеется в виду? Ну, понятно. Так как они разделили, то, что разделили, то и пас яг. Остальное имеется в виду оставшиеся, от слова остатки. То есть на всякий случай Лаван отделил не только пятнистых и крапчатых, и с пятнами такими, и с пятнами другими, но и даже те, которые не пятнистые и не крапчатые, а просто они выглядели здоровыми и сильными, на всякий случай он их тоже отделил. Таким образом, Якову остались слабые, больные, еле-еле-еле вот такой вот скот, остатки. С одной стороны, Яков делает все для того, чтобы как-то начать зарабатывать, а с другой стороны, он снова и снова сталкивается с Лаваном, который ничуть не изменился, и как он был, каким он был в начале, как он был в ту самую свадебную ночь, таким же он остается сегодня, он опять его обманывает. Как быть? Считаю дальше. И взял себе Яков свежих прутьев белого тополя, орешника и каштана, содрал с них белые полосы, обнажив белизну, которая на прутьях, и поставил прутья, что ободрал, в стоках у водопоя, куда овцы приходят пить, против овец, и они разгорячались, приходя пить. И разгорячались овцы перед прутьями, и рождали овцы с пятнами на коленях, крапчатых и пестрых. Не очень ясно, для чего торгуются с пятнами на коленях, а вроде как об этом не было разговора опять, на коленях или на голени. «И отделял Яков ягнят и ставил скот лицом к имеющим пятна на коленях и ко всему бурому скоту лавана, и держал свои стада особо, и не оставлял их вместе со скотом лавана». То есть постепенно-постепенно тот приплод, который рождался в соответствии с уговоренными условиями, он их отделял и делал из них отдельную отару, а стадо лавана было отдельно. «И было. При каждом разгорячении крепких овец Яков ставил прутья в корытах перед лозами этих овец, чтобы разгорячались перед прутьями. А когда запаздывали овцы, то он не ставил». Тоже непонятно, куда запаздывали овцы. На водопой они приходили не вовремя. «И доставались запоздалые лавану, а крепкие Яков. И разбогател этот человек чрезвычайно. И было у него множество мелкого скота, и рабы, нерабов, и ужинлюдов, и ослов». Что здесь происходит? Что это за ухищрение, которым прибегает Яков? А может, они вообще нечестные? Он каким-то образом может здесь влиять на то, какого рода предплод будет? Понятно, что даже сегодня при всех чудесах техники очень трудно попытаться повлиять на то, что родится. Может быть, у Якова были какие-то сверхзнания, каким образом это достигать. Тогда, может быть, он обманул лавана? Лаван не знал, что у него есть такая возможность влиять на приплод, так что весь приплод будет в соответствии с его желанием. Но, с другой стороны, те ухижения, которые он делает, они выглядят максимально наивными из-за того, что есть прутики, пестрые, в которых немножко очищена кора, так из-за этого, глядя на эти прутики, овцы будут рожать подобного же рода. Как всё это понять? Прежде всего, мы обратили внимание, вдруг среди пятнистых и крапчатых появлялись какие-то с пятнами на голени, потом появляются ещё с белыми пятнами, ещё с какими-то пятнами. Откуда это? А это не случайно. В дальнейшем Яков сам упоминает, что лаван многочисленно, часто изменял условия договора. То есть, лаван приходил к нему в стадо, видел, что у него родилось много крапчатых, приходил узнать, что давай так, давай в следующей неделе изменим условия. Нет, не крапчатые, а тебе будут пятнистые. Хорошо. Через месяц лаван мог прийти и сказать, нет, значит, давай всё поменяем, не крапчатые, не пятнистые, а вот тебе те, у которых есть вот пятно на шее, вот эти будут тебе. Или в следующий раз тех, у которых есть на ногах такие, как чулки белые, белые кольца на ногах, вот такие будут тебе, что он постоянно менял. Понятно, что в таких условиях, даже если бы Яков обладал какими-нибудь невероятными знаниями, как влиять на приплод, он ничего бы не смог достигнуть, потому что по ходу дела, если, предположим, он мог привести к тому, что во время беременности овцы получали плод такого характера, с такой окраской, такой, потом через две недели приходил лаван и говорил, всё, давай менять, тебе вершки, мне корешки, тебе корешки, мне вершки и т.д. Так чему это всё могло помочь? Понятно и очевидно, что то, что происходит, происходит по велению свыше, и тот, кто устраивает всё это изменение приплода – это всевышно. Это очевидно. Тогда зачем Яков делает все эти действия с прутиками? Одно из двух. Либо это для того, чтобы как-то отвлечь внимание лавана, либо просто – это минимальные его усилия, мы же знаем, что полагаться на чудо не следует. В общем и целом Яков уповает здесь на Всевышнего, на то, что Всевышний увидит, насколько лаван бесчестен, насколько тот мошенник, как он пытается его обобрать и защитит его и даст возможность. Это да, но при всём при том необходимо, и это очень важно, чтобы человек прикладывал и свои усилия для того, чтобы чудо, которое произойдёт, вмешательство свыше, чтобы оно облачилось в одежды этих самых усилий. Поэтому он и делает вот свои усилия, принимает минимальные меры и ставит эти самые прутики, и всё-таки одна деталь здесь остаётся непонятной. Как сказано и было, при каждом разгорячении крепких овец, крепких – это условный перевод, в общем-то, Яков ставил прутья в корытах перед глазами этих овец, чтобы они разгорячались перед прутьями, а вот когда запаздывали овцы, он не ставил. Получается, он не каждый раз ставил эти прутики. Было, когда он ставил прутики, а было, когда и не ставил. А это почему? Вот были те, которые запаздывали, перед ними он не ставил, что не запаздывали, как это понять? Раша объясняет, здесь приводит объяснение согласно торгуму, т.е. согласно переводу на армейский язык Орнкилоса, имеется в виду позднорождающие. Т.е. среди овец есть такие, которые рождают быстрее, а есть, которые рождают позже. Ну и что, в чём здесь дело? Однажды я слышал объяснение профессора-биолога Люда Феликс, он объяснил это следующий момент. То, что у двух белых овец, предположим, овец папа и баран, извиняюсь, овца мама и баран папа, они оба белые, у них может родиться крапчатый ягнёнок, ничего такого сверхъестественного нет, мы же знаем. Гены, они есть гены, есть гены, которые не проявляются, они их есть где-то там, прадедушка баран был когда-то крапчатым, и вот сейчас это крапчатый зайц. Это может быть. Всегда есть определённый процент, который так родится. На это Яков мог рассчитывать, да. Но тогда бы, в общем-то, со всего предположим, получил бы единичные проценты. Серьёзно бы заработать при таком условии он не мог. Ему было нужно в дальнейшем нужно было обеспечить, чтобы процент рождения вот таких вот крапчатых увеличился. Кроме того, у него ещё была другая проблема. Предположим, вот родился у него крапчатый ягнёнок. Ну а может быть потом у этого крапчатого ягнёнка опять родится белая, какой-нибудь белый ягнёнок, второе поколение будет опять белым. Тогда это пойдёт лаван. Поэтому он искал возможность как бы обеспечить так, чтобы вот эти вот качества крапчатости, пятнистости и так далее, чтобы вот эти гены, чтобы они оказались не рецессивными, а чтобы они оказались доминантными, чтобы они проявились и в следующем поколении. Таким образом он должен был здесь выводить. Как, ну а как это знать? Каким образом он мог знать, каким образом он мог понимать? И вот здесь он определил некоторый признак, а именно те овцы, которые рожали быстрее, их словно в тексте мы назвали крепкими. Скорее всего у них будут эти проявления, они не будут рецессивными, это крепкие овцы, крепкие козы, и у них это качество закрепится и останется. А те, которые рождают поздно, там эти гены могут быть рецессивными, и поэтому рассчитывать там не на что, поэтому нет смысла устраивать, ставить перед ними эти всякие прутики, устраивать какие бы то ни было, принимать какие-то ни было меры, с этими не имеет смысла заниматься. Так или иначе результат, такое объяснение своеобразное, так или иначе результат был хороший, и разбогател этот человек чрезвычайно, и было у него много мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. И услышал он слова сынов Лавана, говоривших, забрал Яков все, что у нашего отца, и из того, что у нашего отца составил он все это погасло. Ну, вполне можно было ожидать такую реакцию. Когда видят, что стадо Якова расширяется и растет с каждым днем, то начинается серьезное недовольство. Увидел Яков лицо Лавана, и вот он к нему не так, как вчера и третьего дня. Благодаря своей наблюдательности Яков уловил изменения. По язык телодвижений Лавана выражение его лица выдало то, что в сердце Лавана растет гнев. И сказал Господь Якову, возвратись в землю своих отцов и на родину твою, я буду с тобой. И послал Яков и призвал Рахэль и Лею в поле к своим овцам. И сказал им, я вижу по лицу вашего отца, что он ко мне не таков, как вчера и третьего дня. Но Бог моего отца был со мною. Вы же знаете, что я всей силой своей служил вашему отцу, а отец ваш глумился надо мной и переменял мою плату десять раз. Но Бог не дал ему сделать это зло. Если Он говорил, крапчатые будут тебе награду, то весь скот рождал с крапинами. А если Он говорил, пестрые тебе будут в награду, то весь скот родил пестрых. И отнял Бог скот у вашего отца и дал мне. И однажды во время разгорячения скота я взглянул и увидел во сне. И вот бараны, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и пятнами. И сказал мне ангел Божий во сне Яков. И тот сказал, вот я. И он сказал, подними свои глаза. И посмотри, ведь все бараны, а поднимающиеся на скот, а не пестрые, с крапинами и с пятнами. Ибо я вижу все, что Лаван делает с тобой. Я Бог, которому ты помазал памятник в Бейтеле и дал мне там обет. А вот теперь встань, выйди из этой земли и возвратись в свою родную землю. Я ответил Рахель и Лея и сказали ему, есть ли нам еще доля и наследство в доме нашего отца? Ведь мы для него чужие, ибо он продал нас и проел наши деньги. Ибо все богатство, которое отнял Бог у нашего отца, это наше и наших детей. А теперь же все, что сказал тебе Бог, делай. Попробуем разобраться с этим временем отрывком. Этот отрывок предшествует принятию решения Якова, который решает уйти из дома Лавана, причем уйти, не предупредив Лавана в этот раз, не так, как в прошлый раз уйти, а уйти без предупреждения. То есть, в общем-то, бежать от Лавана. Почему он принял это решение бежать от Лавана? Объясняет Тора Хаим, Тора дает нам в этом отрывке две причины. С одной стороны, вроде бы это поведение, на первый взгляд, не самое подобающее. По идее, нужно было бы вроде как вести себя иначе. Снова прийти к Лавану и сказать, что на этот раз уже все, это уже конечное, давай разойдемся. Я пошел домой. Почему Яков так не делает? Тора говорит две причины. Первая. Услышал слова Лавана и обратил внимание на лицо Лавана. И понял, что у Лавана зреет замысел отобрать у Якова все стадо. Понятно, что его обвинят в нечестности, его обвинят в ловках, его обвинят во всех преступлениях против человечества. Главное, что стадо отберут. То есть, если он придет и скажет Лавану, я пошел домой, Лавану скажет, хорошо, пожалуйста, скажет, что дорожка только овец-то оставь. Овец-то наш. Это первое. И Яков не собирается возвращаться домой с пустыми руками. Вторая причина. При всем при том, он еще мог достаточно долго времени пытаться улучшить момент получше, когда, может быть, ему удастся убежать так, чтобы быть более уверенным, или попытаться еще больше заработать. Но то, что ему явился Всевышний и говорит ему «возвращайся». Возвращайся в свою страну, потому что нужно исполнить клятву, которую ты когда-то дал, уходя в Бейтеле и дал там обед и обязался сделать там место для принесения жертвопоношения и молитвы, пришло время его исполнять. Поэтому Яков больше не медлит, он решил уходить немедленно, так, а Всевышний от него этого требует. Понятно, что Всевышний может защищать его и находясь у Лавана тоже. Это не то, что другого выхода нет. Выход есть, но поскольку Всевышний требует возвращения в свою страну, требует разрыва связи с Лаваном и исполнения своей клятвы, то Яков делает это немедленно. Ещё одна важная деталь, на которую следует обратить внимание. Два факта, которые я сейчас упомянул, это те самые аргументы, которые привели Якова к принятию решения уходить и уходить немедленно. Идея, что бы он должен был сделать? Позвать своих жён домой и сказать им, значит, так. Дэ, Рахель, уважаемые жёны, я вас прошу быстренько упаковать чемодан и мы завтра утром уходим. И тихо. Вместо этого Тора, который очень-очень наконично приводит его длинную-длинную речь в 9 из 9 фраз, в которых он убеждает своих жён в своей правоте и в том, что им необходимо уходить. Мог бы сказать проще. Бог явился мне, сказал мне уходить. Значит, мы завтра уходим, прошу собрать чемодан. А что, они бы не сделали? Конечно, сделали. Почему же он так делал? Смотрите, что он говорит. И послал Яков и призвал Рахеля Лея в поле к своим овцам. И сказал, я вижу по лицу вашего отца, что он ко мне не таков, как вчера и третьего дня. Но Бог моего отца был со мной. Вы же знаете, что я всей силы своей служил вашему отцу. А отец ваш глумился надо мной и применял мою плату десять раз. Кстати, десять раз в оригинале не сказано десять раз. Это не десять раз, это десять счетов. Когда наши мудрецы, счёт имеется в виду, ну, самое первое множество после единицы, так, множество, а потом это десят. Значит, имеется в виду десять десятков раз. То есть сто раз он изменял условия нашего договора как минимум сто раз. Есть такое предание, что, как известно, один из очень интересных комментаторов Торы, Абинуши Алжих, который жил в Цфате во времена Бетрию Сефера, Бьюсеф Кару, во времена Ариза. Так вот, как-то у него была драша, и в этой драше он попытался восстановить из текста Торы сто возможных вариантов изменения то, каким образом Лаван изменял условий, каким образом он его обманывал сто раз. И вот предание говорит, что присутствующий, присутствовавший на этом уроке Аризаль, он потом сказал, что среди всех людей, которые были в синагоге, был и был дух самого Лавана. Когда тот прослушал эту лекцию, то он честно признался, что на самом-то деле он делал всего девяносто восемь, а вот последние две идеи, которые высказал Даршан, вот они очень интересные, но он их на практике не сделал. Вот жалко, если бы ему тогда пришло на ум, он обязательно-обязательно бы это сделал. Сто раз менял. Для чего он всё это рассказывает? Прежде всего, чтобы его жёны поняли, что на самом деле претензии к нему абсолютно неуместны. Всё, что он сделал, он сделал честно. И это не благодаря своим этим выкрутасам с прутиками, с которых он снимал кору, потому что ведь отец ваш менял условия договора сотню раз. Это значит, что на самом деле, если бы, да я же умел делать какие-то такие фокусы с прутиками, всё равно это ничему бы не привело. Это было только свыше. Как он говорит, бог моего отца был со мной, только он меня защитил. Это он всё это сделал. Здесь ни при чём. Если он говорит, крапчатые будут награды, то весь род родился крапином. А если он говорил, пёстрые будут награды, то весь кот родился пёстрый. Всё было именно так. Хотя он мог это менять каждую неделю. «И отнял бог скоту вашего отца и отдал мне». Однажды во время развлечения скота я взглянул и увидел во сне, что вот бараны, поднявшиеся на скот, пёстрые, с крапинами и пятнами. Что он здесь имеет в виду? Хотя вот всех баранов с пятнами, с крапинами, всех пёстрых, реклован их увёл, таков у них был договор, что та масть, которая должна была быть по договору, та масть из приплода, которая должна была отходить к Яакову, именно этой масти самцов Лаван отбирал себе в своё стадо. Но когда овцы спариваются, то он видит во сне, что бараны, которые спариваются с ними, именно те самые, которых Лаван убрал, которых Лаван отбирал. И всё-таки чудесным образом это так было. Как это было чудесным образом? Рашик говорит, очевидно, ангелы занимались здесь курьерской службой и во время спаривания привозили этих самых пёстрых баранов для того, чтобы эти спаривались с овцами Яакова и потом их отвозили снова обратно. Так или иначе, это явное чудо, ничего здесь, кроме чуда, в общем-то, и не было. А Рамбан отмечает здесь ещё одну важную деталь. Как ангел говорит Яакову, и вот смотри, бараны, поднявшиеся на скот, пёстрые, с крапинами и с пятнами. Какие они были? Пёстрые? Или они были с крапинами, или они были пятнами? Или они были не то, и другое, и третье? Нет, говорит Рамбан, именно так. Были сначала пёстрые, потом с крапинами, а потом с пятнами. Что это значит? Всё в зависимости от условий, как было сказано. Если Лаван приходил и давал менять условия, у нас будут договоры сейчас на пятнистые, то с этого момента все бараны, которые спаривались с овцами, были пятнистые. Если Лаван говорил крапчатые, бараны были крапчатые. Говорил такие, вот такие. То есть, то, что ему было показано во сне, это именно то, что Всевышний его охраняет, и каждый раз, когда Лаван изменяет условия, то и масть баранов изменяется в соответствии с этими условиями. «И сказал мне ангел Божий во сне Яков, и сказал, вот я». И он сказал, подними свои глаза и посмотри. «Все бараны, поднимающиеся на скот, пёстрые, с крапинами и пятнами, ибо я вижу всё, что Лаван делает с тобой». То есть, я здесь вступил за тебя, ибо ты имеешь дело с мошенником. «Я Бог, которому ты помазал памятник Бетеле и дал мне обед, и теперь встань, выйди из этой земли и возвратись в твою родную землю». Вот здесь заканчивается речь Якова. Почему я об этом так подробно говорю? Потому что, несмотря на то, что Якову достаточно было сказать всего лишь одну фразу своим женам. Сказать, вот так, значит так, Бог сказал мне возвращаться, мы возвращаемся, покоим чемоданник, завтра с утра выходим. И они бы это сделали. Но человек всегда должен помнить, что если он хочет добиться от своих домашних чего-то, он всегда должен постараться сделать так, чтобы им хотелось этого сделать. Не давить, не требовать, не требовать подчинения себе, а привести к тому. Даже человек, который обладает авторитетом, то есть глава семьи, у него есть дети, у него есть жены, которые сделают всё, что он потребует, не надо требовать никогда, а нужно постараться сделать все для того, чтобы люди сделали то, что ты хочешь по их желанию, чтобы им хотелось этого сделать, а не потому, что они тебе подчиняются. Человек, который подчинился, да, он подчинился, но у него где-то там в глубине засело, что он жертва, он, что я могу сделать, я бы, может быть, хотел остаться с папой, ну, что делать, муж сказал уехать, вот я и покусь. Не-не-не-не, Яков хочет добиться того, чтобы им хотелось уйти, и он этого добивается. Реакция и Рахеля и Илеи, она однозначная. Есть ли нам еще доля в наследстве нашего отца? Что нам здесь искать? Ведь мы для него чужие, ибо он продал нас. Как у людей принято? У людей принято, когда они выдают, дочерей замуж, они им дают приданное. А может, папа нам хотя бы копейку дал в приданное, наоборот. Он еще и продал нас, так как продают рабы. Он еще взял с тебя деньги за то, что ты на нас зато работал, на него 14 лет за это. И проел деньги, проел деньги наши, ибо все богатство, которое отнял Бог у отца нашего, это наш, наших детей. У нас нет никаких вопросов вообще по поводу самого скота, потому что просто принадлежит нам. А теперь же все, что тебе Бог сказал, делай. И встал Яков, и поднял своих детей и жен на верблюдов. И увидел весь свой скот, и увел весь свой скот и все свое имущество, которое приобрел, свой собственный скот, который он приобрел в Падана Раме, чтобы идти к Ицхаку, своему отцу, в землю Кенаганскую. А Лаван пошел стричь о Велс. И Рахель похитила Терафин, что у ее отца. А Яков похитил сердце Лавана, а Рамейца, потому что не известил его, что убегает. Итак, Яков уходит, не сообщив Лавану. Ну и понятно, когда люди расстаются, человек начинает собирать свое имущество. И всегда выникает вопрос, так, это мое или это тесте? Мое, дети, мое. Точно так же у его жен. Это мое или это папы? Кому это принадлежит? И, безусловно, всегда, когда два человека расстаются, всегда потом возникают вопросы. А почему ты это берешь? Почему ты не берешь? Это чье? Тора говорит, здесь указывают две кражи. Две вещи он называет кражей. Что же взяли у Лавана? Не копейки. Первое. Рахель взяла Терафим, который у ее отца. Мы еще не очень понимаем, что это такое. Второе. Яков похитил сердце, как сказано, в тексте «Яков похитил сердце Лавана». Что это значит «похитил сердце»? Это гневат дат, ментальная кража. Что он означает? Когда один человек вводит другого в заблуждение для того, чтобы получить какие-то преимущества. Например, если человек те преимущества, которые в общем-то в другом случае он бы не получил. К примеру, если студент списывает на экзамене, а потом сдает эту свою работу как свою, она на самом деле списана, и он за эту работу потом получает высокую оценку, получает аттестат, а потом на основании этого получает зарплату с прибавкой за степень или за аттестат и так далее. Вот перед нами гневат дат, ментальная кража, введение заблуждения, т.е. тех людей, которые дают ему оценку, аттестат и потом отбавку к зарплате, он вводит их в заблуждение, потому что он этой оценки не заслужил, он этого не знает, он это списал. Или человек, который всячески пытается выказать свою любовь и расположенность кому-то, кого-то он в общем-то с трудом терпит, но поскольку тот человек, например, начальник или он его родственник, который может ему оставить в наследство крупные суммы, то вот такое поведение и есть гневат дат. Значит, что же похитил Яаков у Лавана, похитил его сердце, это значит, он ввёл того в заблуждение. В чём он ввёл того в заблуждение? В том, что не сказал, что он уходит, не только, не только. Не сказал, не сказал, достаточно было бы сказать, что и не сказал, а Яаков похитил сердце Лавана-Рамейца, не известив его, что он убегает. Скажи просто, а Яаков не известил его, что убегает. Понятно? Если убегать, так не возвещают. А комментаторы объясняют, что имеется в виду вот что, что он никоим образом своим поведением не дал Лавану понять, что он понимает, что отношение Лавана к нему изменилось. Не было никакой настороженности в его поведении, не было каких-то попыток расположить к себе Лавана. То есть Лаван мог себе представить, что Яков не замечает того, что отношение Лавана к нему изменилось, и тем самым Лаван не был начеку. Лаван расслабился. И если бы Лаван почувствовал, что Яков знает уже, что тот к нему относится нехорошо, и тем самым его план отнять у Якова стада мог бы быть в опасности, то Лаван тогда повел бы себя по-другому. Но вот Яков именно так здесь позволил себе это сделать. Почему он позволил себе это сделать? Здесь подобного рода ментальная кража, введение заблуждения, оно позволено, потому что иначе Яков попросту остался бы без копейки. Лаван бы отобрал бы у него всё, что есть, это было бы нечестно, и он бы ушёл с пустыми руками точно так же, как он когда-то 20 лет тому назад пришёл к Лаван с одним посохом в руках. А первая кража, что означает эта первая кража, что такое Терафим? В дальнейшем Лаван называет Терафим своими богами. Что это значит? Были здесь какие-то изображения божков, и их Рахель своровала, а ей они зачем? Зачем ей статую языческих богов, когда эта вещь, которая в доме у Лавана её не может быть, в доме у Якова её не может быть, потому что не может быть совсем, как же тогда понять? Раши говорит так, и похитила Рахель Терафим, Раши объясняет, что это действительно идолы, т.е. изображения языческих божков, желая отстранить, отвлечь своего отца от идолопоклона. Вот это единственная вещь, которую она взяла из дома отца. Почему она взяла? Не потому, что она хотела иметь её себе, ей она совершенно незачем, а только с одной целью, для того, чтобы не оставить, хоть с отцом она расстаётся, но, по крайней мере, мысль о том, что отец останется идолопоклонником, язычником, какой был, она тоже ей неприятна, и поэтому она решает отнять у него статую богов, чтобы тем самым отучить его от язычества. Таким образом, многие комментарии задают вопрос, если не подняли, во-первых, если всё, что ей нужно было, это только отучить папу от язычества, ей не нужно было их выкрадывать, нужно было их выбросить, просто выбросить куда-нибудь в отхожее место или ещё, или в реку. Почему она забрала их с собой? Не ясно. Второе. А что, если у папы отобрать у него этих самых идолов, то папа не купит себе других? Не купит себе других, чем… Ответ на это вот какой. Если Лаван приписывал этим Трофим божественную силу, если уже они были такими божествами, то как это божество позволяет, чтобы его украли? Если его можно украть, значит, это бессильные просто статуэтки и не больше того. То есть здесь была попытка таким образом показать отцу, что он служит совершенно ни к чему, что он служит плодам своей фантазии и не какое-то не божество, а просто статуэтки не больше того. Понятно, что желание повлиять здесь на отца, оно естественное, но отсюда не следует делать вывод, что каждый из нас обязан воспитывать своих родителей и заботиться обязательно о том, чтобы у них всё было правильно. Родители должны воспитывать своих детей, дети не обязаны воспитывать своих родителей, если можно что-то сделать, можно, но не всегда, не всегда это возможно. Здесь мы остановимся. До конца главы добраться нам сегодня не удалось, так что оставим это на следующий урок. С Божьей помощью тогда мы эту главу и закончим.